коллеги вам здравствуйте сегодня у нас десятое видео по проекту только факты сегодня будем делать главную страницу сайта даже не столько страницу сколько контроллер будем использовать медиатор я объяснял почему я его использую в общем в предыдущих виде это все есть но перед тем как начать хотелось бы ну не несколько минуточек остановиться и рассказать что такое главная страница как я вижу это главная страница сайта собственно говоря это лицо сайта на ней должна быть представлена информация каком-то может быть урезанном виде из других страниц для того чтобы показать пользователю максимальное количество полезной информации которую может подчеркнуть листая страницы вашего сайта собственно говоря это очень удобно когда у вас на главной странице видно что есть нужно ли дальше листать это во первых во вторых все хорошо в меру да то есть если вы забьете полностью там всеми частями вашего сайта это будет не читабельно и в общем пользователь с вашей страницу идет но опять же нужно понимать что главная страница интернет магазина и главная страница блога или там главная страница дашборда это совершенно разные главные страницы они несут разные направленности по части предметной области и в это нужно как бы вот понимать ну и в общем сразу отвечая на вопрос который был в одном из комментариев когда нужно делать или когда вы делаете я не помню точно звучит он примерно таким образом когда вы делаете когда нужно делать главную страницу я обычно главную страницу делаю сразу а наполняю ее в общем-то почти в конце то есть когда у меня уже готовы все страницы сайта и я могу выбрать какие можно отобразить на главной странице частично или там урезанной или в модифицированном виде ну например там не весь топ моего блога например показывается только часть и в общем когда у меня уже есть этот материал которым я могу поделиться главной страницей и на ней есть место куда это собственно гра пихать вот вот тогда я вот это вот все и доделываю то есть главная страница петь делается первой главной то есть создается потому что она всегда будет при старте дебаги открываться ну а всю информацию я не пытаюсь никогда сразу запихнуть и сделать ее окончательно в общем то вам собственно я тоже не рекомендую так давайте на секундочку прервемся и перед тем как перейдем к практическому программированию я пару слайдов прокачу по поводу того чего мы делаем это для тех кто будет смотреть не сначала и потом приступим уже непосредственно к разработке этого самого контроллера с медиаторами так что такое только факты это проект переписывается старый на новые две сущности связанные многие ко многим соотношениям и я просто хочу показать как это делается как я это делаю делюсь с вами своими подходами принципе правилами и может быть даже какими-то секретами в общем то наверно вот так ну и раз у нас только факты поэтому вот вам очередной факт если враг не сдается то надо найти другого врага и так первым делом давайте посмотрим что у нас есть и в общем как обычно я делаю для начала обновления nugget пакетов слава богу они все мои никаких других изменений не было и я просто их обновлю и и давайте посмотрим что у нас есть на текущий момент текущий момент у нас есть контроллер кто называется сайт и в нем есть главная страница но я намерен сделать новый контроллер давайте прям сейчас его создам факт и пусть он тоже называется контроллер соответственно си шарп и конечно же он меня будет наследником от контроллер вот зачем это сделал я хочу чтобы у меня все что связано с фактами было в моем собственном контроллере который называется факты поэтому главная страница она вот отсюда собственно говоря переедет вот сюда то есть главная страница у меня будет в этом контроллере и соответственно мне нужно теперь перенести в юшки и в общем то здесь мне тогда нужно создать факт и вот это вот в юшку я принесу сюда но этого пока еще не все потому что сейчас у меня сайт не сработает только потому что моя как бы мои контроллеры сейчас настроены на то чтобы искать сайт индекс и я вот здесь вот хочу это поменять по умолчанию мне будет здесь не в сайт а факт давайте я скопирую чтобы сэкономить ваше время и в общем то я сейчас когда выполню этот метод у меня ничего не изменится и мы тем не менее увидим посмотрим во всяком случае что у нас было что осталось в общем с чем придется иметь дело сейчас запустится сайда ну в общем все запустилось все работает и в общем надо понять что у нас тут ничего нет давайте для начала почистим чтобы максимально удобно было работать с новым сайтом с новой страницей я вот эти штуки уберу в общем то мне они пока не нужны и здесь пока тоже ничего не буду пенять давайте сделаем для начала следующий так у меня есть контроллер который называется факт и я начну с того что сделаю конструктор в которой я прокину медиатор я в общем то уже не раз объяснял почему использую медиатор в общем на самом деле это удобно мне контраргументы выдвигали по поводу того что он все-таки жрет какие-то ресурсы ну вот я точно знаю что те плюсы которые он привносит в проект вообще не соизмеримо выше больше и лучше чем то сколько там ресурсов сожрет на обработку там каких-то миллисекунд в общем это дело каждого и в общем то на самом деле я тут как бы просто показываю как я делаю выбирать соответственно вам и так медиатор и прокинут для того чтобы вызвать какой-то метод мне этот метод нужно сначала сделать первым делом я создаю папку которая называется факт ну вот просто я буду показывать как я делаю вы в общем то выбирайте как нравится вам я это делаю осознанно чтобы у меня в одной папке был вот этот вертикаль да все что связано с фактами лежит в этой папке и в общем здесь мне теперь нужно сделать куэрис папку если будет команды то там соответственно команд но это такое сопоставление сикуры с паттерна подхода наверное да многие говорят что медиатор реализует нет медиатор его близко имитирует но реализация медиатора и секурс в общем это как это как квадратная с красным сравнивать вот примерно вот так вот ну и в куэрих я первые создаю это будет факт get by они ну давайте get paid и да вот таким вот образом я не приписываю никаких суффиксов но внутри этого файла у меня их будет два класса один называется реквест и он будет наследником от оперейшен резалт нет неправильно написал поэтому почулась фигня оперейшен резалт а вот он он бэйс и здесь я должен сказать что я должен возвращать ай пейджет пейджет лист и соответственно здесь будет факт вью модом вот он и второй файл который обычно создаю но давайте опять же не буду отходить от традиции я его просто так вот копирую здесь дописываю handler и здесь уже меняю оперейшен реквест хендер ну в общем нет как то не так написал видимо а хендер бейс вот и здесь я ставлю факт реквест ставлю запятую и в общем нажимаем центр у меня решар перу любезно все остальное генерирует в общем такая примерная инфраструктура получается зачем я это делаю ну во первых хендлер всегда вернее хендер всегда делает какой-то реквест и перехватывает реквест да и они обычно находятся вместе и вот таким вот образом очень на мой взгляд удобно искать например я нажимаю control ты напишу факт так вот факт get ну и смотрите у меня сразу реквест мне хендер очень на мой взгляд удобно ну опять же я не претендую на то чтобы это все было прям . только так и больше никак и так для того чтобы у меня пейджер сработал мне нужно давайте переключить на главную страницу мне нужен page-index tag и search ну это параметры которые буду прокидывать соответственно я здесь также создам property давайте я тогда не так сделаю я давайте нет все правильно я так и сделал пусть у меня здесь будет int это будет page-index дальше у меня будет string это тег и давайте я скопирую его и здесь поставлю ну чтобы можно было искать то есть параметры которые буду прокидывать да они мне будут конечно же ну лобу page-index у меня не может быть нового бал он будет всегда передаваться по умолчанию будет равен один и здесь вот такую штуку я тоже почищу я их больше нигде потому что менять не буду и сейчас мне re-sharper предложит их инициализировать прям автоматически из конструктора ну да только я немножечко хочу поменять местами вот так вот и давайте так и все что так вот но таким образом получается у меня есть один реквест который инкапсулирует внутри себя всю информацию которая позволит мне вызвать этот хендлер и теперь единственное что мне остается вот этот вот реквест ну в общем то так сказать заюзать вот где-то вот вот здесь я вот эту информацию теперь хранить не буду мне теперь нужно написать медиатор сэнд то есть грубо говоря мне нужно вызвать индю факт гет нет гет пэйджи трик нет не так гет пэйджи 3 квест ну и соответственно сюда и дальше прокинуть пэйдж и индекс так и соответственно также мне сюда есть возможность прокинуть в этот цент еще консулейшн токен который находится вот здесь но и естественно это ожидаемая операция то есть его это был и поэтому мне нужно здесь поставить и вейт и шарпер любезно предоставит изменит вернее код на таск ну и в общем результат у меня будет здесь какой-то оперейшн оперейшн ну видимо резалт да и этот оперейшн резалт что-то я видимо его неправильно опер на так неправильно сказал давайте переименуем вот оперейшн резалт я хочу отдать на главную страницу в общем здесь соответственно ой нет не здесь вот здесь мне нужно указать что я буду использовать модул который будет называться оперейшн резалт ай пэйджет лист и это соответственно выйдет факт view моду вот такая вот модель у меня будет использоваться ну и по большому счету мне нужно сразу проверить есть ли у меня какие-нибудь данные если модул равен давайте так не равен ну или как по-модному писать из нот ну то есть если у меня модул не равен ну тогда я могу с ним работать собственно мне нужно не только модул не равен ну но еще и модул давайте скажем вот у нас есть резал да ну если у меня данные не вернулись да ну давайте я сделаю так и пейджет лист а этом давайте пока не будем это писать просто чуть попозже это сделаем ну и здесь я просто скажу модул давайте пока резалт ну окей или true то есть есть данные или нет все пока мне это больше ничего не нужно потому что мне нужно написать реализацию итак что здесь должно происходить я во первых здесь должен получить доступ к базе данных и для этого в конструктор я прокину ай юниту ворк это будет юнит ворк и скорее всего мне потребуется макпер которая тоже использую это автоматер а и маппер можно конечно без него обойтись и я в принципе могу показать как это делается но я преследую цель показать не только как можно не использовать но и как использовать да хочу и чем-то мне тут не добавить вот первыми пауз два поля соответственно теперь их могу собственно грязь здесь начать использовать первым делом я создан но у меня здесь есть небольшой сниппет оперейшен резалт который я и буду наполнять в общем-то и возвращать его из этого метода факт view моду вот он и соответственно ритурн оперейшен и соответственно мне нужно поставить здесь и синг вот ну и в общем то смотрите на самом деле получается как виниту ворк который я использую у него вшито непосредственно функционал для выдачи постранично данных из базы данных если вы ему не будете использовать а будете использовать например ну а прикидовый дб контекст который в общем то и есть антики фреймворк то вам придется использовать реализацию тэрик там skip ну вот этот вариант я же сделаю по простому я напишу вар items какие-то там и в общем-то из этого юнит ворк get репозиторий который называется факт и и в общем мне нужно из него ну давайте вот так вот я сделал get пэйджет и синг лист в общем здесь мне уже как вы видите сейчас покажу ай пэджет лист как раз вернется те самые факты мне только нужно будет их трансформировать в общем-то в тот самый пэджет лист на view модулы но в общем-то это первый вариант до использования то есть вы вытащите с базы данных факты в первую страничку фактов с информацией о том сколько всего страниц и трансформировать их в view модулы ну или второй вариант получить факты сделать projection то есть вот таким вот образом select давайте ну давай первый get all но get all это для непосредственно юниту ворк реализации и у нее есть дальше тейк я так вот и собственно говоря там есть еще скип вернее наоборот конечно же нужно сделать то есть для начала это что касается паш как-то пейджинговая выборка да то есть сколько то пропустить страниц умножить там и взять сколько то то есть page сайс но я этого делать не буду и в общем на выходе можно сделать select это называется projection и здесь сказать in you и вы здесь это уже должен быть факт view модул и здесь уже наполнить как раз его данными и то есть это будет уже наполнен и модул здесь уже маппинг не потребуется это называется projection но так как у меня уже юниту ворк я его использую мне это удобно здесь я кстати смотрите тут тоже на самом деле возникает множество вопросов я тоже хочу поделиться вот этой информацией смотрите здесь большая портянка того чего здесь есть и в общем как получается что очень это все не очевидно ну во первых я могу использовать selector то есть для того что так как давайте так сначала так как сигнатуры совпадают то мне нужно явно указывать что я собственно делаю если я хочу сделать предикат то я пишу x равно ну допустим там createded нет давайте там вот так вот сделаем где контент start with да то есть предикат он фильтрует данные я этого делать не буду но я показал как это можно сделать также если использую selector то я могу выбрать по образу и подобие как я показал этот про джекшн то есть но я обычно делаю с это селектор и здесь я могу написать нею пейджет ой не пейджет вру факт view модул и в общем-то наполнить его и и тогда мне маппер не потребуется но если мне потребуется еще и предикат я соответственно могу указать передикат если мне нужно там чё-то открывать дальше если мне потребуется то есть я могу вот их пачка использовать мне нужно явно указать какое я использую дальше если потребуется include я могу указать include а мне include соответственно потребуется и я их помечаю вот такие вот инк нет, не так инклуды и здесь я уже добавляю x я хочу факты сюда теги к фактам подключить это останется и дальше есть еще такая штука которая называется order by соответственно это у меня будет order by давайте я вот так вот сделаю descending и я скажу, что я хочу их по дате в обратном порядке показывать, в общем вот таким вот образом получается, но я selector использовать здесь не буду потому что unit of work, эта сборка она достаточно мощная, я по большому счету сделаю вот такой вот вариант и еще мне здесь нужно поставить вот этот вот cancellation token который сюда пришел это тоже на самом деле важная штука и то есть если вы отмените операцию загрузки, она просто не будет выполнять, в общем там достаточно сложный механизм я рекомендую его использовать и еще у меня здесь есть парочка полезных ну таких штук как например disable tracking да, то есть по умолчанию он стоит true это что? это как работает? это если вы знаете как работает entity framework, у него есть change tracker, который расслеживает состояние сущности и на основании них делает выводы сохранять базу или не сохранять мне здесь сохранять ничего не нужно поэтому у меня стоит true и это дефолтное значение поэтому я это убираю но если мне нужно будет какие-то изменения сделать я ставлю false дальше полезная фигня в смысле полезная полезность так сказать ignore query filters вы знаете, что в model binder можно установить фильтры по умолчанию и тогда сущности будут фильтроваться а вот эта штука как раз позволяет отключить эти фильтры предопределенные в model binding дальше есть еще давайте тоже вот так вот покажу вот есть тут те самые page list ой, page index это для меня будет page index ну что я пишу page index а, ну конечно же он же у меня в реквесте в реквесте есть page index а еще у меня есть page size и я по умолчанию ставлю ну давайте допустим 20 хотя надо проверить у меня наверняка есть в апсеттингах нет а нет вот апсеттинг есть нет ну в общем можно вот эту штуку вынести как раз сюда или же page size можно так же вынести наружу давайте в общем-то это и сделаем я вот так вот сделаю ctrl-d чтобы мы могли через параметры его задавать я скажу size и по умолчанию он у меня будет задаваться ну пусть он будет у меня равен 20 ну вот такой вот даже давайте по-модному сделаем вот так вот вот и таким образом я смогу потом прокидывать или еще откуда-то получать в общем знающие люди смогут сделать запрос page size и соответственно мне здесь еще потребуется ну на поиск наверное немножко по-другому придется сделать давайте пока остановимся на вот этих двух параметрах и в общем как вы видите получается что у меня запрос завершен на выходе у меня получится iPagedList причем это task соответственно мне здесь нужно написать await и у меня теперь на выходе уже PagedList факты ну мне осталось только их трансформировать вот в общем-то в этот давайте так var mappet вот эти вот самый mapper опять же к вопросу производительности да все вот эти мапперы медиаторы они все ждут память ну в общем сейчас в мир кибернетики да то есть это как бы не совсем большая затратная часть в общем давайте сделаем так iPagedList factviewmodel и сюда естественно дам items и в общем-то мне теперь нужно в operation в result как раз и дать вот этот вот mappet и я могу еще сказать какой-нибудь там add success ну типа selected нет ну давайте founded давайте ничего не будем писать просто напишем success я просто не могу придумать что сюда написать но показать хочется и вот таким вот образом у меня эта штука отработает понятно что здесь сейчас нет проверок на то пусто ли там не пусто в общем ну давайте все-таки сделаем правильно и items так у меня ну хотя на самом деле если он будет пустой то у меня в item будет ничего и да наверное не нужно этого делать я вот так уберу другое дело что мне нужно будет здесь сделать предикат который будет ну давайте пока на этом остановимся и так давайте проверим что эта штука работает я прям вот вот так поставлю бряку и запущу отлично у меня тут что-то не работает а да конечно смотрите если у меня здесь int ну то есть начальная страница не указана я буду отправлять сюда 0 ну потому что у меня всегда какая-нибудь страничка страничка должна отображаться то есть когда выборка должна быть и она будет у меня по умолчанию страница 0 а вот показывать я для пользователя на UI через свой собственный этот вот пейджер элемент page helper я уже буду именно номер страницы 1 и это нам предстоит еще сделать так стартует приложение отлично мы его уже почти видим закроем у нас пришел сюда request давайте пробежимся с дебагом мы выбрали какое-то количество сущностей вот они у нас есть вот они заполнились и вот они эти факты и в общем я здесь нажимаю маппет они теперь смаппились теперь у нас уже здесь viewmodel и от фактов и я отпускаю страницу и мы видим true то есть какие-то данные есть ну и перед тем как давайте тогда чтобы видно было что мы фильтруем надо все-таки сделать какое-то отображение данных и вот этим сейчас займемся давайте отцетрем и нарисуем давайте для начала посмотрим что мы будем рисовать control t факт нет факт viewmodel enter вот так у нас есть факт у него есть идентификатор время создания контент кстати который не может быть null поэтому я его поставлю что он равен null и теги ну теоретически у меня теги тоже не могут быть null ну ну да наверное вот в этом viewmodel они точно не могут быть null то есть я всегда добавляю факты обычно добавляю какой-нибудь пару-тройку тегов ох ничего себе null вот так ну и в общем я хотел вот что сказать на самом деле вы же понимаете что программирование бэкэнда это как бы одна задача а программирование UI это совершенно другая и на самом деле тоже не менее интересная задача о чем я говорю смотрите у вас факты всегда то есть сопровождаются каким-то количеством тегов ну вернее у меня да и поэтому предоставление представление этих тегов на UI оно не будет отличаться то есть я буду в разных местах показывать одни и те же один и тот же код то есть теоретически существует вероятность что я на разных страницах ну например на главной странице буду показывать метки и на странице просмотра одного конкретного факта буду просматривать метки и мне придется дублировать код поэтому я этого делать не хочу я поэтому создам partial view так называем частичное представление и я его так назову ну обычно принято с подчеркивать начинать я вот так назову text c sharp html это будет частичное представление непосредственно фактов в смысле меток для фактов и соответственно мне нужно вот так вот скайпировать сюда написать model то есть что я у меня какая модель будет по умолчанию и вставить вот такую штуку и теперь у меня это partial view и давайте так вот напишу for for each вот таким вот образом model потому что он у меня ienumerable var давайте тег напишу и здесь просто скажу ну пусть будет span нет не спам а span и скажу чтобы он мне показывал как раз тег вернее его имя ну еще я планировал сделать чтобы по клику на метке мне можно было фильтровать но это я наверное сделаю попозже ну и теперь мне нужно как-то однозначно отобразить вот студия у нас радуется отобразить как-то ну вообще давайте бэдж давайте посмотрим что у нас есть так вот у нас putstrap ой что-то у нас с интернетом сегодня и dogs и здесь есть бэдж нет что я не набрал бэдж а вот вот ну то есть вот такого типа не будут показываться в общем-то вот secondary мне в принципе подойдет и я ну давайте вот так вот скопируем пойду сюда и вот так вот вставлю теперь у меня метки будут отображаться то есть они уже имеют какое-то представление теперь для того чтобы не их отобразить мне нужно сделать следующее ну во первых у меня есть индекс и я сюда не хочу писать какую-то разметку потому что у меня будет вот такая вот фигня которая называется partial view и она называться будет факт c sharp html это тоже будет частичное представление и сюда я уже упс буду показывать непосредственно сам факт факт view model и теперь здесь я смогу сказать что давайте вот так вот сделаем partial name и он у меня будет текс ой текс и таким образом я уже вот здесь могу показать ну во первых у меня будет факта будет ну допустим пусть это будет p и это будет класс лид ну чтобы контент который у этого факта ой то есть model . контент вот так вот будет показываться контент и возможно еще вот здесь вот наверху я покажу model . created data создания ну давайте сделаем to string ну какой-нибудь простой вариант отображения ну давайте short да и так вот сделаем вот и таким образом у меня получается встроенный объект давайте я наверное еще вот что покажу есть такая штука называется diagrams.net она на самом деле очень удобная start now и я просто хочу показать как можно штук на самом деле тоже удобно вот у меня уже тут подобное есть давайте новый создадим смотрите все очень просто для того чтобы отобразить давайте вообще по порядку начнем вот у меня есть моя главная страничка и вот вот так она допустим выглядит и пусть она не заполняется и пусть у нее вот такой вот будет теперь сделаем еще одну страничку и смотрите у меня есть вот эти вот зоны которые будут отображать непосредственно факт я вот как-то вот так сделаю на моей страничке с пачкой фактов пейджинг вот как-то вот так это будет показано и там до самого низа считайте что они только факты ну вот как-то вон там вот то есть вот этот вот факт я его сделал вот сюда теперь у меня этот факт может отображаться и на этой страничке соответственно и есть ли вернее не есть ли а когда я создам так вот ctrl-c ctrl-v новую страничку которая будет отображать только факт я смогу этот же функционал использовать и здесь ну я думаю что вы понимаете о чем я говорю то есть вот эти вот разделения вьюшек на части на паршал куски это на самом деле очень удобно более того вы каждому этому паршал куску можете предоставлять информацию или там дополнительные параметры которым будет обрабатывать например у меня есть вот created это хорошо да а еще у меня допустим есть ну давайте я создам вот так вот факт линк да я вот так вот его назову c-sharp html и сюда я хочу так ну пусть будет вот так model передавать ну пусть будет гуит это идентификатор моего факта который я могу показать соответственно как ссылку href ну вернее асп давайте контроллер факты соответственно асп нет action у меня будет допустим ну пусть будет будет у меня страничка которая называется факт асп 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 road идентификатор id будет как раз этот самый модул нет вот так вот модул вот то есть у меня будет страница давайте я здесь напишу пи ссылка вот так вот то есть у меня будет какой-то контрол который будет нас на страничке вот этой вот нет вот на этой страничке у меня будет маленький контрол который давайте я вот так вот сделаю и вот вот здесь будет написано ссылка не давать по-русски напишу ссылка и на каждой у каждого этого факта давайте я читаю вот будет контрол д то есть вот таким вот образом она будет отображаться у каждого файла может быть сбоку но что пользователь мог нажать на нее открыть и соответственно если мне эта часть факта то она будет показываться и вот здесь упс вот то есть я сделаю один control который может отображаться везде и он в любом месте будет ссылка то есть если пользователь откроет отдельно то есть если нажмет то он перейдет на вот эту страницу если здесь скопирует то в общем-то это будет ссылка который может отправить но если он нажмет на нее то он объявится окажется на этой же страничке но наверное это не очень хорошо ну ладно бог с ним это в общем-то напишите в комментариях нужно или не нужно в общем суть сводится к тому что вот эти вот контролы которые в общем-то наполняет наш юайка то формируют его и они могут это я чуть не то сделал давайте удалю я не тот поставил вот то есть таким образом получается что тут эти контролы они тоже могут иметь свои свои behavior и то есть свое поведение какое-то на странице иметь какой-то функционал и помогает им помочь вам ну в общем-то реализовать вот этот вот страничку которая может быть по-разному отображаться на разных ну так сказать главных страницах да то есть под страницах или как удобно и в общем все сводится к тому что у меня вот здесь вот еще будет давайте я скопирую дата упс не то вот здесь вот у меня будет какая-нибудь там дата ну или так 07 какой-нибудь 2020 ну например да и здесь у меня будет контент какой-то и вот здесь у меня будут маленькие меточки ну вернее теги короче вот тег 1 ну давайте так напишу по-русски ну пусть будет по-русски вот и вот здесь еще один и еще один ну вот как то вот так да то есть вот так вот у меня будет выглядеть одна страница и этот view я создал то есть вот это один паршал и вот это другой паршал и контент я показываю дата показывал ну вот как то вот так вот да ну и теперь давайте вернемся к нашим баранам так сказать нам нужно будет ссылка пусть она остается линк у меня уже будет мне теперь нужно на индексе и вот здесь нужно написать паршал нет мне нужно написать паршал нейм и здесь у меня нейм как раз будет ой пара ну конечно не по раму господи фигни то всякую пишу вы молчите пошел вот и нейм будет у меня здесь факт линк ну в общем вот вот таким вот образом но соответственно если у меня будет какая-то интересная там функционал у этого линка я смогу сюда передать дополнительные параметры модул там view даты какие-то ну например равно там труда и у меня это можно будет на страничке вот этой самой вот обработать ну или целую модель передать в общем передача параметров между юшками примерно вот таким вот образом осуществляется ну и теперь соответственно раз у меня есть кое-какое представление у меня есть теперь страничка и индекс я теперь могу сказать паршал теперь не парамс а паршал нэйм и сказать что у меня здесь отображался факт и вот собственно говоря вот этот вот модул у меня и есть этот самый модул ну я вас конечно обманул потому что здесь еще не модул здесь нужно сначала сделать форыч ой форыч то есть у меня есть модул и у него вар пусть есть будет факт вот вот но у модула есть как раз вот эти резалт этот оперейшен резалт и у него есть айтен и вот теперь вот эти вот факты я вот здесь вот в этот модель факт отдам порядок наведем чуть-чуть и теперь собственно можно запустить посмотреть как это сработает то есть теоретически мы сейчас увидим факт но теоретически мы их не увидели а ну вот собственно будет мне сюда нужно отдать а я его сюда не отдаю ну это нормально так в конце вот 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 я сюда отдал то есть параметр у меня будет модель я сюда не отдал модул у меня будет как раз от модула айди вот и здесь соответственно я тоже параметры не отдал конечно так бывает ну и сюда я буду отдавать от модула только теги вот и собственно если сейчас нажму обновить билдить проект не нужно потому что от рендерится в реал тайме изменения возьмет ну и в общем то как вы видите у нас появилась тут ссылка ссылка но она видимо как-то съезжает факты между собой не дружит но в общем то вот начал положено мы видим главную страничку и давайте наверное чуть-чуть подрихтуем и для этого нужно тоже наверное сделать вот такой вот вариант и здесь наверное тоже можно сделать даже наверное не давайте сделаем div это у нас P здесь у нас широкий текст и здесь делаем div вот так вот и F5 вот как бы съехала куда нужно ссылка у нас и и дата да вот у нас время создания надо ссылку внести влево давайте я тоже это сделаю control kb и так ссылку да я планировал влево и для этого нужно добавить класс который называется float end сохранить F5 ну и вот ссылка переехала я предлагаю не тянуть время давайте я остановлю видео сделаю разметку а потом просто вы увидите как она будет выглядеть я немножечко поколдовал с разметкой и у меня получился вот такой вот вариант на мой взгляд выглядит достаточно прилично что же касается вот этой колонке то я жду от вас предложение что здесь можно показать чтобы вы хотели здесь видеть еще наверное покажу саму разметку вот так тут она выглядит и в общем я еще немножечко хотел пощелкать здесь написать факт с индекс это моя страничка так первое слово иерархия делаем слэш ставим ноль да это нулевая страничка соответственно если поставлю один то поменялась страничка то есть пейджинг работает страницы меняются и на самом деле это в принципе наверное на сегодня все другими словами что нам еще потребуется реализовать пейджинг ну то есть сам контрол наверное займемся этим следующим видео чтобы здесь были отображены колонки в смысле кнопки по которым переходить на странице ну и в общем то может быть здесь вот этот поиск можно опустить вот сюда то есть на это место чтобы он говорил о том на какой страничке и что мы будем искать ну и наверное теперь на этом все в следующей серии ну или в следующих видео мы сделаем и фильтрации по клику на конкретный тег и по поиску будем делать и вот займемся когда уже будет работать пейджинг чтобы можно было увидеть как изменяется количество страниц ну и я на этом с вами прощаюсь вам спасибо что смотрите это очень важно для меня в общем пишите правильный код до новых встреч и всего вам доброго до новых встреч